здравствуйте канал максимадзе и мы продолжаем играть gta sandres наверно вам уже надоело что я подряд уже несколько раз одну и ту же игру пускаю ну все же в gta sandres у нас уже осталось всего две серии чтобы завершить второй сезон и я решу чем быстрее тем лучше сегодня я запишу эти две последние серии потом отложим уже над потом будем проходить другие игры как-нибудь потом уже перейдем к третьему сезону так сегодня мы будем выполнять задание вузиму ем ран пали эй вузи как дела а у си джей познакомься это шук фура фали он глава тонга красный гекон как вы поживаете ау кун отправил послание от коллин вьетнамская мафиозная семья братва да нанг собирается переехать соединенные штаты это может объяснить подлое нападение на триаду кровавое перо у нас могут быть проблемы шук фу хочет чтобы вы вернули ему груз курьер отправил его в тайнике в аэропорту сейчас это дело получило наивысший приоритет ладно я могу это сделать он из триады из облачной горы нет он мой личный друг и он меньше всех привлечет себе внимание братков из банды дана окей давайте попробуем спасибо за поддержку тачку со стоянки аэропорта короче говоря триады которые руководит в зиму борется с бандой под названием дана парни из дана над короче какой то там из аэропорта как тачку украсть она где-то в аэропорту находится вроде давайте посмотрим по карте аэропорт у нас блин здесь ладно ничего не надеюсь это не сильно далеко конечно но блин вот это тот рафали так ведь зовут его да какой то он не мой совершенно на все вопросы он отвечает м а тот человек который рядом с ним его еще и понимает каким образом вообще я не понимаю серьезно как можно такое понимать может не мой может он говорить не любит просто я на самом деле ни разу не видел реальность жизни таких немых людей которые отвечает на вопросы пост который только отвечать на так это какой это самое который отвечает на вопросы только вот таким вот способом вот так вот странно вообще а вот все мы приехали почти недалеко совсем ехать надо только не запутаться чтобы получить попасть в аэропорт надо в летные надо в летные школы побывать сначала она нам еще не доступна она разблокируется по сюжету ну в принципе и ладно нам туда вообще не нужно в принципе попадать нужно машины да я знаю она где-то там стоит я правда так и не совсем понял зачем на ту машину забирать вот это отлично розовая машинка блин банан ну и название блин не перекрывают пути к отходу какого хрена блин так ищем выход здесь выхода нету ну какого черта блин будет плохо если они колеса пробьют блин я ничего не сдавил его прыгнул просто я задавить его собирался он прыгнул какой то визу очень сильно чувак так повреждением да ё-моё не не уйду 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 обязательно ой блин я хотел сбить его опять не получилось сбить его блин тут со всех сторон еще стрелять походу придется по ним не нифига я не остановлю отстаньте от меня вообще за так ладно придется стрелять по ним а блин Повреждения сильно высокие. А там еще появится, я помню. Там появится еще парочку. Чудиков. Чудиков. Этих самых, господи. Ну, из Донанга, чуваков. Ой-ой-ой, еще бы не перевернуться нафиг. Отстаньте, отстаньте от меня. Мне разборки с копами сейчас не нужны. Короче говоря, какие у нас планы вообще? Сегодня в серии мы поработаем на ВУЗИМУ. Четыре задания его выполним. А в следующей серии, последней серии второго сезона, мы разгромим блока Синдиката. Устраним Майка Тарайана, Тибон Мендеса, Джизи Би. И взорвем завод. А, он по этой стороне, по стороне. Нет, он, по-моему, поворачиваться собрался. А, или нет. Короче, не будем отвлекаться на них, мы уже почти доехали. Блин, 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 осторожно. Блин, вот рядом с местом назначения кто-то даже появился. Гараж рядом с пирсом 69. О, доехали, отлично. Доехали, успешно мы с вами. Там надо тачку раздобыть и опять к Вузиму уехать. Вот здесь... Здесь нет тачек никаких... Блин, тут копы, блин. Не, а мне копы тут совершенно не нужны. Ладно, давайте вот это вот возьмем. Вузиму весьма интересные... Опять копы. Опять весьма интересные задания. Для одного из них... Надо будет увеличить объем легких. Я это за кадром уже сделал. Надеюсь, этого хватит для того, чтобы начать задание. Я процентов там на 25 увеличил. Или на 20. Надеюсь, должно хватить вроде бы. Ну, а если не хватит, то блин. Наверное, запущу из... Не буду тратить, наверное, время. Наверное, просто запущу из... Изменю запуска миссии. Алло. Это кто? Свинья! Каталина, это что, опять ты? С... Мексиканская... Как она меня задолбала. В общем, не важно. Приманка. Давайте, мне приятно делить с тобой мой дом. Нам надо выманить этих ящериц на жгучее солнышко. Они за нами и увязались. Братва до нас следит за этой квартирой. Как только мы уйдем, они попробуют его убить. А в чем тут проблема? Уезжаешь из города? Заманиваешь их в тихое место и затыкаешь их в плоские зайницы. Ну, без обид я имею ввиду. Да никто не обижается. А ты не заб... А ты забавный. Слушай, пока они думают, что мистер Фарли находится у меня на заднем сидении, они поедут хоть... К черту. Через дектора и время ты сможешь выйти без лишнего риска. Все очень просто. И заметили. Если вы справитесь, то для вас будет ждать награды Мистер Джонсом. Машину-приманку. А что на ней номерной знак? А, обычный номерной знак. Никаких уникальностей нет. Неужто парни будут... Ой, блин. Так, надо поехать в... Надо ехать в этот загород, в Angel Pine. Ехать довольно далеко дотуда, поэтому... Чик-чик. Короче говоря, я разгадал, кажется, план. Наш. Здесь находятся где-то до Нанги. Блин, у нас оружия там мало вообще. Они... Они, наверное... Они думают, что это машина Рафали или кого-то там еще. И будут ехать за нами. Нельзя выходить из машины приманки, а то они поймут, что это не тот, кто нужен и перестанут за нами гнаться. А нам надо их привезти... Хрен знает, куда их надо привезти. Блин, туманно как-то вообще не вижу ничего. Блин, капец. Ну почему так туманно? Ну не вижу. Ну не видно ничего. Надо было, наверное, днем выполнять это задание. Вернее, надо было сделать сохранение, чтобы день наступил. Сейчас, блин, ночью гоняться в таком тумане. Ну ладно. Мы должны справиться. Надо присматриваться, конечно, на дорогу. Даже машину вот эту еле-еле видно. Но я на самом деле помню, куда мы должны приехать. Да, обожаю туннели. Вот жалко, у меня в городе их нет. Ну как, такой есть мини-туннельчик где-то метров пять. Ну хотя иногда бывают, конечно, туннели подлиннее, но вот прям такой длины, как эти, нет. К сожалению. Вообще туннели я люблю. Вот сюда мы должны приехать. Эй, мистер Джонсон, ты гупи, вы в порядке? Да, всё путём. Эти кретины поглотили наживку. Мистер Рафали в порядке? Да, Вузи отвёз его в безопасное место. Ладно, увидимся позже. Да это приманка была. Возвращаемся в Чайна Таун. Я не совсем понял, для чего мы их вообще везли сюда. Ну, в общем, тем не менее. Ладно. Я... Надо вернуться в город Сан-Фьера. Ехать до туда далеко, поэтому... Чик-чик! Короче говоря, я доехал и... В амунацию ещё заехал. Короче говоря, идём. Дальше что у нас идёт? Десантная операция. Ты хочешь сказать, что не умеешь плавать? Честное слово, когда я в глубокой воде, я начинаю паниковать. Кроме того, я до смерти боюсь угрей, кальмаров, морские водоросли и так далее. Ладно, ладно. Ты сейчас пытаешься отговорки мне придумывать, да? Слушай, СиДжей, мне нужен кто-то не из-за ряда. Кому я мог бы доверять? Ладно. Подводим итог. Ты хочешь, чтобы я сплавал в грязной воде портовой? Уворачиваться от плавающего дерьма и вьетнамских бандитов, да? Не установил жучок на судне в следующем порту? Ты так негативно настроен? Слушай, когда я был ребёнком, я любил плавать возле Санта-Марии. И у меня однажды презерватив к лицу прилип. Такой ужас останется я на всю жизнь с тобой, уж поверь мне. Я должен тебе в кое-чём признаться. Я... Я слепой. Ооо, да неужели? Да. Хотя я развалил другие свои чувства, но до такой степени, что мой... Недостаток остается в незамеченном воде. Толку никакого от меня не будет. Ладно, расслабься, не переживай, это так из-за этого. Я это сделаю. И вот ещё что. Ты знаешь, что я чёрный? И не китаец, верно? Я слеп, Карл. Но не глуп. Доберитесь до доков. Да, всё верно, отлично. Того объёма лёгких, что я повысил, вполне достаточно, чтобы начать это задание. Я где-то там процентов 20, наверное, набрал. Ооо, или 5, или 25. Приблизительно так. Найти надо укромное местечко, где... Вода есть. И там нужно будет в этой воде плавать, нырять и выныривать. Нырять и выныривать приблизительно к тому моменту, когда воздух начнёт заканчиваться. Рядом с этим пирсом, да? Вот где-то тут, рядом. Вон там где-то я, короче, плавал. И повысился объём лёгких. Вот сейчас покажу. Написано... А где объём лёгких-то, я чуть не пойму. А, это, наверное, надо зайти в эту. Объём лёгких. Вот примерно так, как у меня сейчас стоит. Вам надо набрать, чтобы начать это задание. Иначе вы не сможете начать это задание. В общем, погнали. Судно, на которое нужно будет остановить, жучок, стоит на якоре в море. Жучок, будем за ними шпионить, да? Придётся туда в лайв пробраться. Маршрут патрулируется ребятами из Дананга. Да. Не люблю плавать, конечно, но... Путь впереди перекрытый, есть подводный туннель. Придётся нырнуть и проплыть через этот туннель. Но лучше, конечно... Объём лёгких, чем больше, тем лучше сделать. Потому что... Воздух... Чем больше у вас объём лёгких, тем медленнее у вас будет воздух заканчиваться. Да плыви ты быстрее, блин. Так, давайте подождём, пока дыхание назад всё остановится. Вместе с ней и выносливость. Погнали. Отлично, всё в порядке. На траектории основного маршрута находятся два патрульных катера. Если они тебя заметят, то нырей под воду. Нисплоя на поверхности летят, заметят. У меня есть план. Мы сейчас этих парней с корабля застрелим из снайперской винтовки и захватим один из этих кораблей. Так, будет попроще. Главное, не повредить сам корабль. Так, давайте на всякий случай второй распиляем. Ну, капитан, конечно, там остаётся, внутри. Так, а может я капитана тоже смогу подстрелить? Ну-ка, попробуем, давайте. Да, отлично, я зацепил его. Так, где у нас пушка? Давайте захватим этот корабль. И на этом корабле доплывём до... ...это вот грузового танкера. Ну, садись, че ты. Тропик называется этот корабль, да? Катер. Я расстрелял специально этих, чтобы они за нами не погнались. Так, вот эти корабли тоже по нам будут стрелять, поэтому... ...блин, как в тумане плохо всё видно, а? Да блин, как неудобно управлять стим-катером, а? Да, 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 я уже выпрыгнул из воды. Так, нож. Нет, я так обойдусь без ножа. Ту ножом как-то, мне кажется, будет не очень удобно. Они все с ножами, что ли? Так, ну сейчас ещё там появится, я помню. Да, 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 вон там ещё идут. Может, и слева тоже появится кто-то. По-моему, да. По-моему, да, ещё там слева будут. Стоп, он исчез. Не мешайте мне, блин. У меня тут десантная операция, вы мешаете мне. Опа. Осторожно. Так, и здесь установим ножичек. Ой, не на ту кнопку жму. Всё, ножичок поставили. Теперь мы будем слышать обо всех их планах. Я думал, тюрьма какая-то, блин. Нет, не тюрьма, не тюрьма. А что-то другое. Блин, тут тупик, тут не выберешься. Тут сяду обратно в этот катер и уплыву. Надеюсь, ребята на других катерах, по мне, меня не заметят и не будут стрелять, по мне. То есть, если они начнут стрелять, могут тогда взорвать корабль. А, я уже думал, там опасность. Это тот корабль, который... Давай, давай, назад, назад, назад. Я просто вот только что боялся, что вот этот корабль, который вот... Которая вот угроза рядом с нами. Я думал, он находится на нас сейчас будет. А это тот корабль, который я расстрелял. Так, и спрыгиваем отсюда на нафиг. 11 тысяч долларов. Я доволен такой зарплатой. Так, и еще одно задание на сегодня мы выполним. Вот в УЗИ осталось еще одно задание. Вот здесь я, короче, плавал и вынырял. Объем легких повышал себе. Так, сейчас мы вернемся к ВУЗИ. Чик-чик. Так, в общем, я переехал. Еще одно задание... Миссия дана. Си-Джей, ты меня прямо на выходе застал. Дела. Большое дело. Большое дело, которое закрепит мою позицию в тонге красного геккона. Чтобы не случилось, мне надо в этом разобраться самому. Какие новости, львенок? Блин. Чему сегодня-то, а? Ладно, ладно, берегу пей. И пойди глянь, посмотри. Проблемы? Пацаны из банды Дананка сегодня прибудут в страну. Львенок пошел посмотреть. Надо туда сходить. Слышь, не парься. Я все улажу. Ну, спасибо, дружище. Твоя помощь и дружбу для меня просто бесценна. Спасибо, остальные пацаны где? Они погнали за вертолет, чтобы облететь пару этих... Над кораблем. Если все будет хорошо, где-то через неделю позвоню и приглашу тебя. Эй, СиДжей, что ты здесь делаешь? Только что наткнулся на выходившего Узи. Вызывался на его место и сказал, что пойдет с тобой. Вообще-то мы не едем, а летим. Пристегни ремень и затяни его потуже. Да, это задание довольно-таки сложное. Но надеюсь, мы справимся. Куда мы направляемся? К судну, оно пришвартовано в заливе. А, да, вижу. Давай, готовься, они будут настороже. Я что-то сомневаюсь, что это то же самое. А, хотя нет, это скорее всего то же самое судно, на котором мы были с вами только что. Ведь мы же устанавливали жучок на какое-то судно, видимо. Может быть, на это судно мы его и установили. Да не, вряд ли, вряд ли. Не похож этот корабль. Блин. В нас выстрелили. Мы снижаемся. Блин, больно. Я все, кроме ножа, еще потерял. Блин, ну это хреново, конечно, вообще. Выживших видишь? Нет, живым вряд ли отсюда кто-то выйдет. Что, я только один жив, что ли, остался? Все остальные вертолеты погибли, что ли? Кстати, я так и не проверил. А, не, во время задания нельзя игру сохранять. Я просто хотел проверить это. Вот, в ПК-версии можно вот так вот, в скрытном режиме, убивать противников ножом. Блин, не получилось. Но все. Так, попробуем еще раз. В скрытном режиме зарезать его. Во, получилось. Я вот не знаю, как это делать в мобильной версии GTA San Andreas. И вообще, можно ли это делать в мобильной версии, я не знаю. Черт, он заметил меня. Блин, пропало оружие у них, ну ладно. Фак. Блин, а как же я его загашу, если у меня только нож есть? А у него-то пистолет. Ладно, будем. Ладно, мы. А, он спрыгнул. Почему, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осторожно. Как хорошо, что у нас есть броня. Фак, фак, фак. 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 Так, там, в этом самом проеме вот этом кто-то есть. Чё, никого нет больше? Ой-ой-ой. Фак, 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 блин. А чё я его не видел? Да. Противники-то тут сильные, я вам скажу. Жалко, что нет никаких контрольных точек в ПК-версии, в отличие от мобильной. Можно взять и проиграть. Ладно, я кажется, помню, что... Как? Так, тише, ходите, чтобы капитан сюда пришёл. Скоро будем пить колу на свободном замке. Ох, как хороша жизнь. Э, а это ещё кто такой? Так. Вот здесь, я помню, есть броня. Броня и... Немного патронов от... Автоматы. Ой, вот здесь кто-то должен быть. Фу, господи. Что-то они как-то неожиданно появились сейчас. Так. Бежим нафиг! Гранаты. Да куда ж ты стреляешь-то вверх? Зачем? Вот тут, помните, вот когда вы в этом месте будете проходить, этот чувак бросит гранату. Бежите прям сразу же вперёд, иначе вы взорвётесь. О, прошу тебя, помоги, нас кинул капитан, мы пленники. Пожалуйста, помоги нам сбежать. Да, сейчас будут ещё парни. Капитан на мостике. Охо-хо-хо! Ничего себе, японский ниндзя, бля. Надеюсь... Идите за мной. Только не попадайте под моё дуло. Под дуло моего автомата, я имею в виду. Так, я помню, что здесь, в подвале, в этом трюме, никого не будет. Блин, не в ту сторону пошёл. А вот наверху будут парочку. Ну тут много не будет людей. Блин, броня кончилась почти. Хватит, мы всё здесь решим. Я принимаю вызов. Я вам... Сто очков вперёд дам. Хэш на кулачках, хэш на мечах. А уж на пистолетах так и говорить нечего. Блин, не туда пришёл. Блин, ну вот так как всё коробками заставили этими. Так, что тут и... Так, что тут и так просто не выберешься из корабля. Как они сами тут ходят. Тоже перелазивают. Спасибо тебе за всё. Отлично, отлично. Мы прошли это задание и получили целых 15 тысяч долларов. Ну что ж, друзья. На этом мы эту серию закончим. У нас осталась ещё одна серия. И второй сезон на этом кончится. Эта серия выйдет также сегодня. Ну а пока что. С вас лайкос, подписывайся. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал. И группу... И группу... Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok